МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Саша Мутов уже не первое лето проводит в детском лагере. Но эта смена, признается школьник, запомнится ему навсегда. Десятилетний казак впервые орудует шашкой. Справляться с ней пока непросто. Атаманская сабля слишком тяжелая для детских рук. Однако юный станичник обещает укротить строптивое оружие к концу смены. Главное, говорит, это правильное к нему отношение. Как к живому. Если вылезли посмотреть, то обязательно нужно резнуть себя, чтобы шашка не обиделась. Занятие для себя в станице найдет каждый. Те, кто равнодушен к оружию, учатся плетению из лозы. Первый навык – окорка, снятие верхнего слоя с тонкого стебля. Для маленьких станичников лепка из соленого теста. Самые активные заняты спортивным туризмом. Преодоление воображаемой реки приводит в восторг даже юных казачек. Супер просто. За веревочку беремся и садимся. Особенность смены – занятие конным спортом. Ведь казак без коня, как солдат без ружья. Для четырех скакунов в детском лагере построена конюшня, закуплен корм и приглашены профессиональные инструкторы. На первых занятиях каждые сотни, так называют здесь отряды, учатся верховой езде на Пегасе. Так назвали в станице установленный тренажер. После подготовки подрастающие казаки меняют железного коня на живого. Они умные, преданные, дружелюбные. Все всегда понимают. В станице работают пять мастерских. Каждая сотня по очереди ведет домашнее хозяйство, ухаживает за животными, выращивает белые грибы. Казачья тематика юным хабаровчанам пришлась по душе. Поэтому такие смены в океане станут ежегодными. Это такой пилотный пробный проект. Мы уже знаем, чего нам нужно на следующий год еще тут приумножить. Я думаю, у нас все получится. Это будет самая яркая, самая запоминающаяся смена. Популярностью в загородных лагерях пользуются тематические смены. В мире детства творческий отряд в свои ряды принимает юных хабаровчан второй год подряд. В его составе 66 воспитанников музыкальных и художественных школ. Для них педагоги составили особую программу, чтобы подрастающие таланты не растеряли накопленные навыки за время летних каникул. Десятикилограммовый аккордеон. 12-летний Стас Мажухин берет с собой даже на отдых. В репертуаре никакой попсы. Предпочтение дает романцам. За их исполнение не раз становился победителем всевозможных конкурсов. Мне понравилось, как играли другие. Захотелось самому так играть. Тут можно менять звуки, тут можно мехом показывать громко или тихо играешь. Для тех, кто привык отдыхать активно в оздоровительных лагерях, организуют военно-патриотические смены. Под флаги игры «Зарниза», которая зародилась во времена пионерии, и сейчас собираются десятки юных бойцов. Причем не только мальчишек. Меня научил стрелять с самого детства дедушка. От него шла подача. Он всегда хотел, чтобы я умела стрелять, чтобы я была чемпионом мира по стрельбе, мастером спорта. Весь лагерь окунается в военную романтику. Найти похищенный неприятелем флаг, обезвредить противника, собрать гильзы и не растерять погоны – задача участников игры. Пленных здесь не берут. Неосмотрительность на поле грозит скамейкой запасных. Бойцов при легких ранениях санитары доставляют в медчасть. В эту игру играют первый раз, прям как на войне. Для тех, кто не смог отдохнуть на загородных базах отдыха, при школах и центрах дополнительного образования, было организовано 148 площадок. Такие лагеря посетили около 8 тысяч детей в возрасте от 6 до 16 лет. Всего этим летом более 12 тысяч подрастающих горожан провели каникулы с пользой и набрали сил к новому учебному году. Редактор субтитров А.Семкин